Мы благодарим Тебя, дорогой Иисус, за то, что помощь, она приходит вовремя. Всякая помощь от Господа, она никогда не опаздывает. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты наша скорая помощь, Ты скорый помощник в бедах. Мы превозносим Твое святое имя. Ты совершенный Бог, Ты полон любви и милости. Твои руки полны благословения. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы Твой народ, у которого Господь есть Бог. Мы благодарим Тебя за то, что мы стоим на этом святом месте. Мы в храме Божьем. Когда приходишь Ты, Господь, наши сердца меняются. Меняются наши желания, наши решения, наши судьбы преображаются. Мы благодарны Тебе, что Ты всегда посещаешь народ Твой, который с открытым сердцем преклоняется пред Тобой. Боже, благослови этот вечер. Благослови каждого жаждущего и ищущего правды Твоей. Благослови каждого человека, чье сердце открыто для Тебя, Господь. Благослови нас, Отец. И раздели с нами это время во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Халилюя! Халилюя! Воздайте славу Господу! Халилюя! 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 Наш Бог, Он совершенный. Халилюя! В нем есть милость, в нем есть любовь, в нем есть красота и строгость. И все эти качества, они необходимы нам. Вся его полнота, она необходима для нашей жизни, для того, чтобы мы были благословенны. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Я трепещу на этом месте, как зайчик, честно вам скажу. Поэтому пусть ваши сердца будут милосердны. Аминь. И пусть будут открыты уши сердца к слушанию слова. Не смотрите на меня. Аминь. Пусть Бог благословит нас. Халлелюя. Знаете, на самом деле, вот здесь стоять, я когда-то стояла здесь в прославлении много лет назад, когда была помоложе. И я помню, как я трепетала всякий раз, я просто не знаю, я не представляю, как можно стоять вот на сцене, где такое помазание и быть вот спокойным. Я этого не представляю. Сегодня, сегодня Бог такую, даже не знаю, как назвать. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Аллелюя. Я сегодня буду говорить о планировании, можно так сказать, о планировании наших дел, не о бизнесе, может быть, это касается всего. Но слово я назвала, предай Господу дела Твои. На основании притчи 16.3. Аллелюя. Мы знаем, что для того, чтобы Бог что-то сделал в нашей жизни, мы должны Ему это доверить. Аминь. И вера – это наше, на самом деле, желание получить то, что мы просим у Господа. Вера – это всегда ожидание чудес своей жизни. Аминь. И, знаете, в последнее время так много мы говорим о благословении и о благодати. Я так много об этом размышляла. И для себя сделала вывод, что благодать, она не приходит просто так. Она приходит обязательно на послушание. Она приходит на какой-то определенный порядок в Твоей жизни. Аминь. Что благодать – это не мусор, которым Бог просто бросается с неба, как ненужные элементы. Аминь. Есть степени, по которым мы приходим, какие-то ступеньки, через которые благодать в нашу жизнь приходит. И Бог, конечно, творит чудеса там, где есть жажда в нашем сердце, там, где есть молитва, там, где есть просьба, но и обязательно, где есть порядок Божий. Аминь. И Луки 14, 28, 31. Мы все это место, наверное, знаем. Там написано о том, что ни один строитель, он не будет строить, если он не рассчитал прежде всего свое строительство. И ни один полководец не пойдет в бой или на войну, если он не рассчитал свои силы и как он будет действовать. Аллилуйя. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможет совершить, все видящие не стали бы смеяться над ним, говоря, что этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с десятью тысячами противостать идущего на него с двадцатью тысячами? Планирование – это наш завтрашний день. Аминь. Аллилуйя. И когда ты что-нибудь планируешь, ты несешь за это ответственность. Согласны? Когда ты планируешь, ты несешь ответственность. Ты не просто так калякаешь там на бумаге. Аминь. Аллилуйя. И планирование – это твоя вера или мера твоей веры. Ты планируешь по вере, правда же? Ты понимаешь, что если ты хрустальный замок не построишь, ты не будешь планировать строить дом из хрусталя. Аминь. Аллилуйя. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Поэтому мы начинаем с самого малого. Аллилуйя. И наша жизнь, и наше служение Господу, наши дела каждодневные, и наши финансы, они должны быть организованы, или они должны быть спланированы. Мы часто говорим о планировании рабочего дня, о каких-то важных таких делах. И я понимаю, что бизнесмены, наверное, планируют прибыль денежную, то есть если ты бизнесмен. И когда ты просто обычный человек в жизни, мы часто считаем, что слово планирование, оно не относится к финансам. Но финансы тоже нужно планировать. Финансы, урожай тоже нужно планировать. Я помню вот те времена, когда еще я была маленькая, в детстве я жила на Украине. И я помню, как бабушка моя, она очень тщательно отбирала, собирали картошку там в степи в Донецкой области. То есть очень вот такая вот массивенькая картошечка была. И она отбирала самую крупную, не для еды. Она ее отбирала и оставляла, сказала, а это на посевную. Кушали самую мелкую, а вот планировали. И сколько ты планировал, она знает, сколько с ведра. Если посеешь, посадишь, сколько будет с этого. Поэтому знал каждый человек, насколько он рассчитывает, на какой урожай. Я что-то в этом увидела, что когда мы сеем наши финансы, мы часто не задумываемся, что я просто сею, ну потому что, Слово Божье говорит, потому что неудобно с пустой рукой перед Господом стоять. Но сегодня мы будем говорить о том, что завтрашний твой урожай финансовый ты тоже должен планировать. Вот что ты сегодня сеешь, отнесись к этому по-другому. Увидь, что ты планируешь то, что ты завтра пожнешь. Ты сегодня сеешь. Вот это твой план. Амин. Сегодняшнее твое сеяние, твой завтрашний план. Халлелуя. И если мы говорим о планировании, то Слово Божье говорит, что мудрость разумного знания пути своего. Я считаю, что когда ты планируешь, ты уже знаешь, что у тебя будет завтра. Амин. И в этом тоже есть мудрость. Халлелуя. Никогда Бог не благословляет хаос и беспорядок. Никогда Бог не благословляет оправдание то, что у меня нет чего-то сегодня своей ленью. Потому что всякий беспорядок или халява – это проклятие. Мы уже это знаем. Амин. Придай Господу дела твои. Придай Господу дела твои. Амин. Притча 16.3. Халлелуя. Вечером нужно запланировать свой завтрашний день. Вечером. Просто хотя бы самое малое. Мы не говорим сегодня о пятилетках, не говорим там даже, не знаю, может быть, на год, на месяц. Если ты пропустил это время, ну хотя бы на неделю, хотя бы на завтра. И ты увидишь, как благодать Божья или благословение Божье, оно начнет реально приходить. Амин. Халлелуя. Поэтому Бог говорит, представляй Богу свои дела. Представляй Ему свои дела, свои желания. Напиши Ему это на бумаге. Амин. Свои проблемы и рассказывай Ему в молитве. Амин. Халлелуя. Притча 24-27. Там, где хаос, там и беспорядок, там денег не будет. Знаете, вот когда мы коснулись, ну, все, наверное, знают, что я служу в плявниках пастором. И когда мы начали служение вот вести, очень сложно и ответственно, ну, со всех сторон. Но особо тщательное отношение я увидела, что Бог трепетно относится к финансам, которые в церкви. И для того, чтобы... Церковь, мы знаем, что она благословляется Богом. Она должна иметь всегда деньги, потому что так Бог обещал благословлять свой народ. И из его дома пища должна приходить. И я стала видеть, что мы должны планировать этот прибыток. Каждый месяц. Мы должны видеть, какие деньги нам нужны, и отдавать это Богу. Для того, чтобы это не было спонтанно. Но пришло, слава Богу, один раз, а другой раз не пришло. Амэн. Бог дает успех там, где есть наши планы. И там, где есть наши отношения с Богом. То есть я не просто написала, я с Ним разговаривала. Я говорил, Господь, вот мне нужно вот это, вот это и вот это. Вот эта сумма мне нужна. Амэн. Халлелюя. Тогда ты решаешь, как бы вместе с Богом все эти вопросы. Халлелюя. Представь Господу пути или дела твои. Халлелюя. Сотрудничай с Богом. На самом деле это не так-то сложно. Если просто мы не привыкли, нам нужно взять это за все оружие. Я увидела в этом успех. Вот честно вам скажу. Я увидела в этом успех. У нас маленькая церковь, но я увидела, когда мы каждый месяц, раз в месяц, мы планируем и видим свои финансы. Ни один месяц нас Господь не оставил. Ни один месяц. У нас никогда нет минусов. У нас самая большая аренда, которая начиналась вообще в Риге. Тысячу лад одна аренда у нас сейчас. Это без коммунальных. У нас нет проблем, мы ни одного дня не задержали. Я не говорю, что мы такие крутые, у нас все круто. Но я хочу сказать, что мы отдаем все время в руки Божьи, когда планируем. И ты видишь, что, может быть, мы еще ни таких гигантских планов не писали для Господа, но то, что ты Ему предавал и с верой, и в молитве, Господь отвечает. Потому что Он верный Бог. И Он желает, чтобы кормить из дома своего. Написано, в моем доме должна быть пища. Если в этом доме нет пищи, если мы туда не посеяли, не придет урожай, и на наши планы денег не будет. Амин. Аллилуйя. Поэтому, сотрудничая с верой и с Богом, мы знаем, что мы можем все получить. Все получить по вере. Потому что Он всемогущий Бог. Бог говорит, но вначале представь мне пути свои. Амин. И планирование наше, на самом деле, это ожидание чудес. Вы знаете, честно сказать, я не плановый работник, не плановик. Но я просто увидела в этом мудрость Божью. Я не работала никогда плановиком. Но я увидела в этом Божью мудрость. Потому что планирование – это ожидание чудес. Это не просто я написал там на бумажке. И это путь. Если мы говорим, что мы должны приготовить путь Господу, то планирование – это тоже путь, по которому приходит Господь. Если ты планируешь дела, ты придаешь Ему эти пути. Ты планируешь финансы, ты тоже придаешь этот путь, по которому Бог придет к тебе. Амин. И точно так же, когда ты приносишь семя, ты планируешь свой урожай. Амин. И, знаете, я читала Малахи, вот в воскресенье была десятина, все знаете, у нас четвертая, ну, как бы вторая река была. И я по-новому увидела это слово, как бы получила откровение, соблюдая заветы, чтя десятину Господню, принося ее в церковь и принося свой дар, который мы каждый раз, когда приходим, и свое приношение. Мы должны планировать будущее своих финансов в любом случае. Амин. Я открою Малахию. Не подумайте, что я вас второй раз в пожертвовании буду, вернее, к десятине, приношению десятины призывать. Но я хочу, чтобы вы немножко, может быть, по-другому увидели. А может быть, кто-то уже получил так же откровение. Я увидела, что 6 стиха. «Ибо я Господь». Малахия 3, 6 стиха. «И я не изменяюсь, посему вы, сыны Израилевы, не уничтожились». Этот стих говорит о том, что Бог, Он милосердный, милостивый и верный. В седьмом стихе. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их». Знаете, я читала вот эти стихи в воскресенье утром, когда готовилась, и я увидела, что мы привыкли слово «отступник» говорить тогда, когда человек перестал молиться, перестал церковь ходить на ячейку. То есть он уже дальше-дальше от христианской жизни. И здесь я увидела, что отступник, тот, кто уже перестал, перестал просто приносить приношение и дистину в Дом Божий, он может еще ходить, но он уже отступник. Бог говорит, вы отступили и не соблюдаете их. И Он говорит, обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам. Говорит Господь Саваоф, и Он говорит, скажите, как нам обратиться? И дальше Бог говорит, вы воры, вы отступники, вы воры, потому что вы обкрадываете Меня. А мы знаем, что Царство Божье воры не наследуют, отступники не наследуют. Пусть страх Господен придет к тому, кто эти вещи, может быть, мимо себя пропускает, когда читает. Амин. И скажите, чем обкрадываем мы тебя? Бог говорит, десятиною и приношением. Приношение – это, опять-таки, не выброшенная копейка, которая там завалялась в кошельке. Там должно быть твое сердце, там должно быть запланированный твой завтрашний день. Амин. Потому что что посеет человек, то и пожнет. Аллилуйя. И девятый стих говорит, что проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете Меня. Проклятие приходит заслуженно, говорит Бог. Вы воры, вы отступники, поэтому проклятие пришло в вашу жизнь. Но милость Божья превозносится над судом, слава Богу. И Бог опять дает шанс и говорит, принесите. Принесите все десятины и приношение в Дом Божий. И когда в Моем доме будет пища, Он говорит, я вас благословлю. У вас будет семя для посева. Амин. И в Моем доме будет пища, чтобы благословить нуждающегося. Я открою для вас небеса. Я поставлю свою защиту, Он говорит. И уже своего лица не буду отворачивать от вас. Амин. Обратитесь ко Мне, Он говорит. Обратитесь ко Мне. И я обращусь к вам. Седьмой стих. Халлелуя. У нас есть путь для того, чтобы Бог запретил пожирающим истреблять плоды, поражать нас болезнями. У нас есть путь Его милости. Обратитесь ко Мне. И Бог дает план, как обратиться. Я говорю о планировании сегодня. Бог показывает план, как обратиться. Просто будь послушным. Придай Господу свои пути. Если ты рассчитываешь свои финансы. Придай Господу. Не говори, что у меня нету, я сегодня не могу. Скажи, Бог, я сею, потому что завтра. Мне нужно столько и столько. Поэтому я сею. Амин. Халлелуя. Когда ты молишься о Божьих чудесах, ты должен их ожидать. Амин. Мы должны ожидать того, что мы просим у Господа. То, что мы отдаем Ему в руки. Амин. Халлелуя. И, ну, несколько лет назад я была на Украине. Хочу такое маленькое свидетельство рассказать. У меня умерла мама. И там через определенное время нужно было продавать дом. И вы знаете, время тяжелое. Потому что работы нет. У нас небольшой там городок, районный центр. Работы нет. Естественно, все предприятия закрылись уже давно. И в основном город состоит из таких частных домов. Небольшой там есть микрорайончик из больших. И когда не стала работы, молодежь уехала. И стали старики одни остаются, вымирающие там и так далее. И полно домов продается. Прекрасных домов. Двухэтажных, трехэтажных, современных, хороших домов. Со всеми удобствами. И продается за бесценок. И поскольку я там не могу жить. Сестра моя тоже, она живет в совершенно другом городе, в другом месте. Мы вдвоем вот приехали продавать. И вы знаете, вот по-человечески это невозможно. Причем как? Наследство на двоих. Потому что у нас две дочери. Соседи все, которые на нашей улице живут, они приходят и говорят. Ну, только пять тысяч поставить. Пять тысяч долларов. Вы представляете, за двухэтажный дом. Со всеми удобствами. С мансардой, с садом плодоносным. В котором есть абсолютно все. Начиная от винограда. Знаете, как на Украине. И заканчивая всем. Яблоки всех сортов. И сливы, и вишни, и черешни, и персики. И причем хороший, ну, каменный дом. Красиво облицовочный. С большими окнами. Ну, современный. Не просто хата там такая глиняная. И мы просто вот в шоке, когда нам сказали. Вот то за пять тысяч, девчата, если продасты, то будет гарно. Соседи. Вы знаете, я так прикинула. Конечно, времена, понятно, что совсем другая цена. Но, как бы еще возвращаясь в то время, мы попытались сдать квартирантам на год. Но когда мы приехали через год, и мы увидели отношения, сами знаете, как чужие люди. И поняли, что нет, нужно продавать, иначе вообще там ничего не останется. И я поставила объявление, я такой инициативный человек всегда была, хоть я младшая сестра. Объявление в газету у этого маленького городка, что продается вот такой-то дом, и 10 тысяч долларов. Бомбить стали все, потому что этот дом все знают. Он всем нравится, он стоит на высокой горе, то есть такое там живописное место, весь Днепр видно. И все говорят, вот это вот тот вот дом, вот да. А говорят, да вы что с ума сошли, как это за 10 тысяч? Где вы такие цены взяли? Ну нету таких цен. Звонков было на самом деле очень много. Очень много приходило людей, которые смотрели, но только для того, чтобы сказать, тахатагарна, но за 10 это невозможно. То есть, вот если возьмете 5, ну 5 с половиной. И поскольку я как бы одна я уповала на Господа, довольно было сложно, потому что вот мое упование и мое планирование, цену эту поставила я. Я сказала, Бог, я хочу 10 тысяч, потому что тогда вообще, что нам остается? Раздели на два, там вообще ничего не остается. Представляете? Наследство. Единственное, что осталось. Я просто выходила во времянку каждый день и молилась, и говорила, «Господь, я предаю Тебе свои пути». Вот это мое желание. Вот всякое неверие. Сестра моя не верила, она каждое утро вставала и говорила, «Нэля, время идет, а дом не продается. Что будем делать? Зима опять на носу, дом оставить нельзя». И, в общем, вот этим своим неверием, нытьем я утверждала только то, что я доверяю Господу. Сказала, «Бог, у Тебя же есть, я знаю, что у Тебя есть покупатель на этот дом, которому именно наш дом нужен, именно вот этот дом понравится, и который с радостью заплатит эти 10 тысяч, несмотря на то, что как нам соседи показывают, «Да посмотрите, он на Первомайской, да посмотрите, вот на Киевской». Он, «Видите дом? Его только, говорит, два года назад выстроили, и его за шесть продают, а вашему уже 20 лет». Я говорю, «Ну вот, идите, покупайте, а я хочу 10». Вы знаете, конечно, стоять в вере и верить, что Бог, если взял в свои руки твое дело, Он ответит, это нужно быть послушным и доверять Господу на самом деле. И, конечно, не буду просто много занимать времени этим свидетельством, потому что виза дается на три месяца, два месяца мы там продавали и продавали. И только пять, пять с половиной, не больше, мы отшивали, так сказать, всех покупателей. И вот уже мы смотрим, осень начинается, и моя сестра говорит, ну что делать, надо ехать за зимние одежды, придется зимой тут сидеть его продавать. А что же, уже оставить нельзя? Ну, договорились, что она уезжает первая, потому что она в Западной Украине живет, а это Киевская область. Ей-то быстро и вернуться. А потом, думаю, я вернусь опять, визу продлю, и будем сидеть, что же делать? Ну, вы знаете, как только она уехала, во-первых, вот что такое неверие? Оно держало этот дом. Это ушло. Я, Господи, я не хочу тут зиму сидеть, я не хочу уже два месяца здесь. Бог, дай у тебя есть, я знаю, тот, кому этот дом точно будет, я тебе отдаю. Я знаю, у тебя есть покупатель, который влюбится просто в этот дом, как моя мама его любила, потому что она его строила, это ее дизайн и все. Вы знаете, мне на второй день, вот уехала сестра, на второй день мне звонит покупатель из Киева, районный городок, из Киева, и говорит, у вас там дом, не знаю, каким он путем узнал, продается. То есть, Бог действительно, у Бога есть покупатель, у Бога есть, когда ты ему доверяешь. В общем, приехал человек, закруглюсь, из Киева, говорит, можно приехать посмотреть. В тот же день приехал, спрашивает цену, спрашивает за даток, а как будем оформлять? Говорит, а давайте без нотариуса. Я вот тут вам сразу даю задаток, и когда приедет сестра, потому что надо вдвоем оформлять, и мы приедем и оформим. Никто не верил. Никто не верил. Там тоже есть маленькая церковь, я когда там бывала, всегда служила и ходила к ним, и пастору этому всегда звонила, там Саша его зовут, поддержите. Когда я ему позвонила, я говорю, Саша, я продаю дом и продаю за 10. У него такая длинная была пауза, потом говорит, а можете засвидетельствовать вот в воскресенье придете на служение? Я когда вышла, он потом рассказал это церкви. Он сказал своим прихожанам, говорит, вот честно вам сказать, говорит, я не верил. Я не верил. Ну как, говорит, в нашем городке, ну как? То есть, когда ты доверяешь Богу, когда ты Ему придаешь вот план. Я сказала, Бог, мне надо эти деньги, потому что это смешно. Посчитать мою поездку, мои визы, там жить, чего это стоит. Это даром просто отдается. Конечно, я не говорю сейчас в данном случае это свидетельство не о том, что я миллион получила. Я просто о том, что когда ты отдаешь Богу, даже в самой безвыходной ситуации, но если ты планы свои пишешь перед Его лицом и придаешь в Его руки эти дела, Господь совершит. Амин. Аллилуйя. И поэтому Бог говорит, придай, придай Господу дела твои. Аллилуйя. И твои предприятия совершатся, какие бы они ни были. И мне очень нравится вот слово благодать, мне очень нравится молиться о благодати Божьей, мне нравится говорить о ней, мне нравится благословлять людей этим, ну и говорить, чтобы пришла благодать в эту жизнь. Но у меня какой-то пришел трепет, когда в последнее время вот я рассуждала над этим, что как мы иногда безответственны. Вот ты благословен, ты благословен. И бросаемся этим словом. Бог же не бросается благословением своим, правда? Амин. Он смотрит на твое сердце, на твое послушание, он смотрит на твою веру. Амин. Он смотрит, насколько ты Ему предаешь все, что ты имеешь, насколько ты Ему доверяешь. Амин. Аллилуйя. И евреям 12, 28 стих. Там написано, «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Мы приняли все царство Божье. Нам нужно хранить эту благодать. Амин. И служить Господу благоугодно, с благоговением и страхом. Если ты написал какие-то планы, представил перед Богом, будь верен этим планам. Мы же часто делаем, сегодня написал одно, а завтра делаю совершенно другое. Будь верен в малом, и тогда Бог поставит над многим. Не расписывай много тебе, может быть, кажется, что ты сегодня вообще уже звезды с неба достанешь. Напиши хотя бы на завтрашний день план. И отдай это Богу. И в конце дня у тебя радость твоя в десять раз умножится, потому что ты увидишь Божьи результаты, благодатью Божией, Божьи ответы. Амин. Аллилуйя. Потому что всякий наш успех, каким бы он ни был, очень большим или маленьким, но он все равно начинается с нашей верности в малом, с нашей верности, с нашего доверия Ему. когда ты отдаешь свои посевы, какие-то семя, ты доверяешь же Богу, правда? Если ты их просто выбрасываешь, ты ничего не получишь. Доверяй Богу, когда ты сеешь. Доверяй Богу, когда ты планируешь свой успех. Доверяй Ему. У тебя есть выбор всегда, или доверять, или не доверять. Амин. Аллилуйя. Бог говорит, вы отступили от меня. Меня устрашило вообще это откровение, что вы отступники, вы воры, и вы прокляты, если вы этого не делаете. И двенадцатый, конечно, это утешение для нас, что вы будете блаженными, он говорит, и блаженными называть будут вас все народы. Тогда, когда вы обратитесь, когда вы начнете в мой дом приносить пищу, приносить семя, приносить десяти, но будете мне доверять в этом малом, которое я вам уже разжевал, по пунктам. И тогда вас будут называть блаженными. И это будет на самом деле в вашей жизни, это благодать. Амин. Аллилуйя. Обратитесь, говорит Господь, и принесите в мой дом. Аллилуйя. Желание боящихся его Бог исполняет. Амин. Аллилуйя. И Бог вникает на самом деле во все наши, ну, в каждую сферу нашей жизни. Для Бога нет мелочей в нашей жизни. Это, я думаю, каждый, кто идет не первый день и не первый месяц с Господом, он знает, что для Бога нет мелочей. Иногда нам кажется, что нельзя, не нужно это Богу говорить. Представь Господу пути свои, представь свои планы. Для Него нет мелочей. Он желает на самом деле излить благодать, и Он желает благословить тебя. Но Он желает видеть Твое доверие или Твою веру Ему. Амин. Аллилуйя. Я благодарю Бога каждый день за то, что Его милость, она обновляется каждый день. Она все еще обновляется. Амин. Аллилуйя. И я верю, что и ты, и я, мы все еще в планах Божьих. Амин. Аллилуйя. Если мы будем выполнять Божьи планы, то благословение, оно обязательно придет в нашу жизнь. Если мы свои планы отдаем в руки Божьи, это становится планом Его. Амин. И тогда благословение приходит в нашу жизнь. Аллилуйя. Поэтому, если ты не планировал свои, я не знаю, в служении или дела, в финансах, ты не сделал план в свое время на год, на месяц, на неделю, ну начни с малого. Вот запланируй вечером на завтра. Запланируй. И ты увидишь, как умножится радость у тебя пред Господом завтра к вечеру. Амин. Запланируй и представь это Богу. Аллилуйя. Планируй свои финансы. Планируй свои урожаи. Планируй свой прибыток. Амин. Аллилуйя. Приношение, это твой план. Приношение, которое ты приносишь в Дом Господень, это план твоего урожая завтрашнего. И Иисус приходит всегда по этим дорогам, которые ты приготовил. Вот по этой дороге Он к тебе и придет. Амин. Аллилуйя. Чтобы не планировал сам Господь, когда мы знаем, что у Бога все спланировано, начинается творение мира. И Он никогда не опирался на неверных людей и не делал ставку на тех людях, которые будут неверны. Амин. В Деяниях, я не буду зачитывать, в 16 главе там написано, что через Павла как бы Бог говорит, что Бог всегда разговаривает с верными Ему. С верными. Если ты Ему доверяешь, Бог будет доверять тебе. Амин. Если ты что-то планировал и остановился в своей цели, может быть, не получилось, и вера твоя, она как бы ушла вниз. Амин. У тебя есть возможность опять начать сначала. У тебя есть возможность снова подняться, покаяться в том, что ты перестал в своем маловерии попросить прощения у Господа. Амин. Как бы ты ни печально думал о своей жизни, о своей работе, о той ситуации, которая есть. Придай Господу пути свои, написано. Господь будет совершать, когда ты будешь Ему доверять, а не надеяться на себя. Амин. Аллилуйя. Просто начни сначала и начни с самого малого. И притча 14 стих, 8 глава. Здесь написано, что мудрость разумного знания пути своего. Знание пути своего это твой план. Согласитесь, когда я пишу план, я знаю, что у меня будет завтра. Амин. И твоя поставленная цель, и твой составленный план, ну, к любой цели, что бы ты ни имел в виду, это мудрость разумного. Это мудрость разумного. Знание пути своего. Аллилуйя. Поэтому ты можешь испытать Бога, исполняя Его Слово. Мы знаем, что когда мы говорим Господу и напоминаем то, что Он нам говорил, Ему это очень нравится. Бог, ты сказал, что желание боящихся исполняешь. Я тебе напоминаю, Господь. Ты сказал, что представив тебе пути, ты будешь совершать. Напоминай. Ты исполняешь Слово по Малахии в третьей главе. Напоминай Богу это Слово. Амин. Что Бог обещал, что ты будешь блаженным или благословенным, другими словами, если ты обратишься к Нему, если ты правильно выполняешь эту святую заповедь о Десятине и Приношении. Амин. Аллилуйя. И это будет мудрость разумного, так Слово Божье говорит. И тот, кто исполнившееся желание написано в притчах 13 главе, это как древо жизни. Амин. Когда мы говорим о планах, вы знаете, когда человек ленивый, ему лень даже для себя самого спланировать урожай. Вот ему лень. Ему лень даже на завтра спланировать. Уже не говорим о годе там или о месяце. Амин. И сегодня вот как раз на факультете говорили эти места. Много хлеба бывает и на ниве бедных, мы знаем, что, но все это проходит мимо нашей жизни, когда бестолковость, когда хаос и когда беспорядок. Планирование – это наведение порядка на самом деле. Порядка в твоих финансах, порядках, не знаю, в твоей работе, может быть, в твоем служении. В любом случае ты должен планировать хотя бы малое. Я знаю, что иногда мы пишем большие планы, разочарования приходят, когда, ну, не получается, ты так намного замахнулся. Амин. Поэтому проверяй хотя бы с малого. Я помню, как пастор нас учил еще, когда я в 92-м году пришла в церковь. Он говорил, если ты от Бога пончика не получил, то торт не проси. Поэтому я говорю, что проверяй. Начни с малого, ну, с малых планов и проси у Бога благословения. И ощути радость от этого исполненного желания. Вот почему мы часто стоим и поем здесь радость в Господе. Радуйся, левиты говорят, прославляй, радуйся, а радости нет. Потому что тебе кажется, но желание мое не исполняется. Я хотел бы это, это, это не приходит. Они приходят, потому что ты не представляешь Богу свои дела. Потому что ты не планировал и не отдал их Господу, чтобы он совершил. И мы знаем, что, знаете, спланировать, это тоже быть сильным. Мы привыкли, что сильный это в борьбе, сильным должен быть человек, чтобы сохранить веру свою. Чтобы спланировать это тоже, надо быть сильным, потому что лень, она одолевает и не дает нам это сделать. Амин. Вот, чтобы сгрешить или вообще просто взять и потратить всю зарплату в один день, для этого силы не надо. Это так легко и просто. А если ты ее возьмешь и спланируешь, чтобы ее хватило и на весь месяц, и чтобы десятину ты отдал, и чтобы на приношение у тебя были деньги, чтобы урожай был в следующем месяце. Тут надо немножко как бы поработать, поразмышлять. Амин. Поэтому нужно быть верным в этом малом, приложить усилия, хотя бы в этом малом надо приложить усилия. В притчах 18.9 написано, что нерадивый в работе своей, он брат расточителю. Нерадивый в работе своей, он брат расточителю. Почему и расточаются твои финансы? Потому что ты нерадеешь. Амин. И притча 10.4. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Твое доверие Богу, твое планирование – это твоя прилежность. Амин. Халлелуя. Царство Божье усилием берется говорить Слово Божье. Халлелуя. И если ты желаешь видеть Царство Божье в своих финансах или в своих делах, в своем служении, не знаю, в своей семье, приложи хотя бы маленькое усилие и спланируй. Спланируй завтрашний день, спланируй свою неделю, свои мероприятия, свои праздники, свои покупки, свое сеяние, свою жатву спланируй, откладывая на посевы. Амин. Халлелуя. И я хотела зачитать, я последнее место читаю, притча 9 глава. Знаете, что планирование – это мудрость, это разумные люди, они планируют. И здесь написано даже, что при мудрости, с первого стиха, она построила себе дом. То есть без этого ты дом не построишь. Амин. И второй стих, заколола жертву. Ты должен принести жертву Господу. Амин. Халлелуя. И тогда ты посылаешь слуг своих провозгласить с возвышенности, с возвышенности городских. Кто неразумен, обратись сюда. Искудаумно она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мое растворенное. Оставьте неразумие. И живите, и ходите путем разума. Амин. Планирование – это путь разума. Мудрые планируют свою жизнь. Мудрые планируют свой завтрашний день. И я хочу подвести итог, чтобы мы были мудрыми. Планируя, будь… Это мудрость, которая проявится, Божья мудрость, она проявится, и Божье благословение проявится в твоей жизни. Если ты будешь вот в этом малом верным, приложишь эти малые усилия в планировании завтрашнего дня. Будь мудрым. Спланируй свое завтра. Будь верным и малым. То есть готовь свой посев. Пусть он маленький сегодня. Не разочаровывайся. Готовь завтрашний урожай. Будь верным, и тогда ты достигнешь этой цели вместе с Господом, потому что ты предаешь ему пути свои. Молись, отдавай это Богу в молитве. Амин. И жертвуй, доверяй Богу свои планы. Доверяй Богу свои планы. И не останавливайся, не разочаровывайся. И будь всегда благодарным. Даже если ты сегодня это не видишь, значит, это завтра придет. Будь благодарным, потому что Бог верен. Бог верен. Испытай Бога просто своей верностью. Амин. Халлилуйя. Халлилуйя. Отец, я благодарю Тебя. Халлилуйя. Я благодарю Тебя, Господь, за премудрость, за разум Твоего слова. Я благодарю Тебя за то, что Ты освещаешь наши мозги, Господь. Ты даешь нам мудрость, сходящую свыше. Ты даешь нам понимание жизненного пути, по которому мы должны идти. И я благодарю Тебя, что мы можем доверять Тебе все пути свои, потому что Ты верный Бог. И Ты совершишь. Я благодарю Тебя за Слово Твое. Я прошу Тебя, Господь, благослови каждого человека и дай нам премудрость для составления наших планов, для ведения наших служений, для ведения нашего хозяйства, бизнеса. Благослови Твой народ, чтобы никакое проклятие оно никогда не постигло ни нас, ни наших близких, ни наши дома, ни наши церкви. Дай нам верность, Господь, быть верными в десятинах, быть верными в Своем приношении, чтобы в Твоем доме всегда была пища, и Ты мог благословить нас со Своих святых небес во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя! Я хочу Вас призвать к пожертвованию. Аллилуйя! Я хочу, чтобы Ты взял сегодня не то, что Ты думал, а услышав Слово Божье. Если оно упало, как семя в Твое сердце, Ты желаешь завтрашний день уже этим семенем спланировать. Аминь. Возьми и с верой, с верой принеси Господу. Принеси, потому что, Вы знаете, сколько бы ни было у человека огородов, сколько бы ни было у него полей, сколько бы ни было у него земель, они могут быть по площади очень большими, но если Ты в эти поля ничего не посеял, они остаются просто пустой землей. Аминь. И только когда Ты сеешь семена туда, тогда приходит урожай. Аминь. Давайте возьмем. Я думаю, что можно по... Можно по... Ведра, чтобы пошли. Аллилуйя! 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 Иногда наша гордость не дает нам доверять Богу. Аминь. И кажется, если я сам себе удержу вот эту сумму, я буду иметь ее завтра. Но Бог гордым противится. Бог говорит, доверь мне свои дела, доверь мне свои предприятия. Аминь. И я помогу Тебе. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, благослови каждую руку каждого человека, Господь, благослови. Пусть... Пусть в жизни каждого, кто на самом деле открывается для Тебя, кто обращается к Тебе сегодня, вот в этом сегодня, в этом сеянии, пусть придет слава Твоя, пусть придут Твои урожаи, пусть придет Твоя благодать во имя Иисуса. Аллилуйя! Я быстро, наверное, очень, да? Быстро. Более. 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 Продала, я же засвидетельствовала вам. Продала за один день. И за ту сумму, которую я же свидетельствовала в церкви, которую я хотела. На колени не могу становиться? Я не могу. Ой, не поднять. Слава Богу. Халилюя. А, ну давайте, приходите за свои финансы. Давайте прострем руки. Халилюя. Отец, мы благодарим Тебя. Халилюя. Благодарим Тебя, Господь, за верность Твоего народа. Я благодарю Тебя за каждое семя, Господь, за каждое приношение, которое приносится в Дом Твой, чтобы в Твоем доме была пища. Благослови, Господь, каждого человека, который в вере сеет сегодня в свой завтрашний день, в свою завтрашнюю прибыль, который завтра видит свой урожай, засевая свои поля сегодня в Доме Божьем. Благослови, пусть рука дающего никогда не оскудеет Божий. Я прошу, умножь и принеси каждому великий урожай. Пусть слава Твоя придет на каждое поле. Пусть слава Твоя придет на каждое семя. Пусть придет огромный посев во сто крат. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что терпели меня.